Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами сегодня Рябцева Тамара Васильевна, кандидат сельскохозяйственных наук. Сегодня мы с вами поговорим про виды навоза и как их правильно складировать, когда и как правильно вносить. Если у вас есть, скажем, домашнее хозяйство, и вы содержите скот, то вы понимаете хорошо, что подстилочный навоз – это самый лучший навоз. То есть у вас есть сочетание и органической материи в виде сена, соломы, и экскременты животных, и медленно, но верно происходит минерализация азота. И когда вы складируете этот навоз, то убивается и инфекционное начало, и глистная инвазия. Вы понимаете хорошо, что практически у всех животных есть видовые глисты. Срок обеззараживания навоза, вот в этом смысле, когда погибают яйца-глист, он очень разнится от того, какой период времени, то есть какой сезон у нас, и какая температура окружающей среды. Если это лето, и вы правильно складировали, а правильно складировать, значит, вы вначале либо изолируете почву, либо складываете навоз на цементированной какой-то площадке, что, в общем-то, лучше, тогда не происходит потерь азота в виде стоков. И на дно вот этой площадки, подготовленной, в любом случае, она должна быть подготовлена, значит, вы либо кладете 20 см мелких веточек измельченных, и 20 см высотой солома или сена, что-нибудь, какая-нибудь органическая материя. Это могут быть опилки, это может быть верховой торф. Самый хороший навоз получается тогда, когда это вот именно верховой, длинноволокнистый торф, но в любом случае, складируется это именно так. Потом вы таким же слоем застилаете навоз и создаете такой типа слоеного пирога, значит, 20 см в этой прослойке, и потом опять повторяете, и повторяете. Ну, высотой, в домашних условиях, понятное дело, что высоту больше полутора метра и не сделаете. Ну, в промышленных условиях это делают и 2, и даже 4 метра иногда высотой, но это всегда делается на подготовленных площадках. Для того, чтобы навоз не терял азот, можно добавлять фосфоритную муку. И фосфоритная мука, ну вот из расчета на тонус, допустим, навоза, да, фосфоритной муки должно быть 10-15 килограмм. То есть это очень немного и то же самое, значит, ну, это нужно переслаивать. Это позволит удержать аммиачный азот, и он тогда не испарится в виде газа. Вот таким вот образом складывается. И для того, чтобы предотвратить, полностью, конечно, вы не предотвратите, но минимизировать вот эти вот испарения, сверху это закрывается пленкой полиэтиленовой. И если это холодный период года, то поверху пленки вы еще застилаете 20-сантиметровым слоем ржаной соломы. Лучше ржаная солома, почему? Потому что ржаной соломой не заводятся мыши. Ну и поверху опять либо спонбонд, либо плотный спонбонд, либо полиэтиленовая пленка. Ну и естественно, она должна быть прочная и фотостойкая. Тогда у вас будет идти медленное созревание. Эта куча будет разогреваться. И когда разогревается куча внутри, значит, денатурация белков происходит при температуре 50 градусов. В этой куче у вас может быть и 60 и выше. Это все будет зависеть только от температуры окружающей среды. И если это такой период вегетации, когда температура до плюс 15 градусов, это происходит все быстро. При температуре 20-25 градусов у вас навоз обеззараживается в течение недели. Если эта температура пониже, то, естественно, медленнее. В зимний период для этого нужно 3-4 месяца. Тоже это все будет зависеть именно от температуры. Но это вот такой вот вариант. Если это ваше подсобное хозяйство и вы ликвидируете внутри собственного хозяйства. Если вы покупаете навоз, то, понятное дело, во много вы берете кота в мешке. Хороший навоз это подстилочный навоз. Он должен содержать органический материал. Ну, и если вы покупаете навоз, допустим, где-то в каком-то хозяйстве, вы не знаете, как он складировался, я вам предлагаю поступить все точно так же, потому что вы не знаете, сколько он, где он и как лежал. Лучше вы сезон подождите. И сложите это вот именно по такой же технологии. Сэндвич у вас должен быть. Навоз обычно от 65 до 78 процентов влажности имеет. И поэтому для того, чтобы впитывалась эта жидкая фракция, нужны такие вот либо солома, либо сена. Они хорошо впитывают и происходит медленный процесс минерализации. Я вам рекомендую вносить, если вы компостировали навоз, то я рекомендую его вносить весной, перед посадкой. Вообще, в идеале, конечно, удобрять было бы хорошо и навозом в том числе, тогда, когда растения уже начали вегетировать. Но, понятное дело, что по многим технологическим причинам невозможно, допустим, это сделать или сложно осуществить. И в таком плане, да, обычно навоз добавляют под перекопку. В любом случае, когда вы копаете, готовите грядки, уже тепло, уже идут почвообразующие процессы. В навозе содержатся все формы НПК в самом доступном состоянии. Ни одно из минеральных удобрений не дает такой возможности. Поэтому, если вы в достаточном количестве будете вносить навоз, вам, собственно говоря, на НПК не надо даже зацикливаться и не надо работать с минеральными удобрениями. Потому что минеральные удобрения очень много форм, в основном, подавляющее большинство форм, это органические кислые удобрения. И если вы производные серной кислоты вносите, сульфаты, то вы подкисляете почву на килограмм азота внесенного, вы вносите столько кислотности, что для ее снижения нужно вносить 2,9-2,4 килограмма извести гашеной. Поэтому, подумайте, нужно ли вам это. Что касается ценности навоза, безусловно, это все зависит от того, чем питается и даже в плане содержания различных минеральных веществ, все зависит от того, чем кормит животное, чем оно питается. Естественно, в таком плане вы понимаете хорошо, что если это лошадь, то у нас будет содержаться больше сухих веществ. Соответственно, точно так же это и кролики, и козы, но самый ценный навоз в этом плане, конечно, конский навоз. Это такой, если здесь уместно слово такое благородный навоз. Подстилочный навоз от крупного рогатого скота тоже хорош. Самый такой, как бы, менее продуктивный это навоз от свиней, но это опять-таки мы говорим все о подстилочных навозах. Кроличный навоз, скажем, такой, ну, тоже можно сказать благородный, прийти термическое его, главное термически обработать. Я не помню сейчас вот эту фирму, но во всяком случае я приобретаю этот навоз, он подготовленный, его можно даже в комнатные растения добавлять. Очень удобно, да, вы одеваете резиновую перчаточку, какой-нибудь шпателем прокалываете такую дырочку и туда вот эти горошки вносите. То есть очень удобно, очень удобно там где-то если у вас какие-то клумбы многолетники, то есть удобно, аккуратненько вынесли все хорошо, все замечательно. но в любом случае навоз носить нужно. Что касается куриного навоза, здесь всегда очень легко, он очень концентрированный и очень легко передозировать. Естественно, он у нас не содержит, но кур, как правило, если и подстилают, то немного, и там немного целлюлозы. Поэтому дозировать его крайне сложно. я вам рекомендую делать так, значит, на килограмм навоза куриного вы делаете такой настой, что ли, бадью большого, конечно, объема, ставите в затененное место, у этой бадьи должна быть обязательно крышка и она должна быть инерная. То есть это должен быть химически устойчивый пластик, желательно, потому что никакого кисления тут происходить не будет. Ну, либо если это какая-то металлическая емкость, то в любом случае она должна быть, ну, скажем, либо оцинкованная, либо эмалированная, то есть не должно быть контакта с металлом, потому что понимаете хорошо, что там очень много будет различных органических кислот и что у вас там будет уже образовываться, ну, никто вам точно этого даже не скажет. Поэтому, значит, в идеале это пластиковая бочка и в пластиковую бочку вы, значит, из расчета килограмм на 10 литров воды и настаиваете две недели. Для чего это нужно? У вас равномерно разведется, хорошо этот настой этот помешивать, если вы туда добавите даже зеленую массу какую-то, лучше еще солома сена и такой настой сделайте, будет еще лучше. но и потом, когда вот две недели он отстает, у вас там уйдут абсолютно все инфекционные начала и глистные теминвазии, в общем, все абсолютно и у вас растворятся даже тяжело растворимые минералы. И вот уже этот навоз, ну, кто-то, это же тоже, опять-таки, все зависит от температуры. Если температура высокая, у вас созревание произойдет быстрее, потому что большинство веществ, не все вещества, но большинство веществ лучше растворяются при высоких температурах. Поэтому это может быть и неделя, может быть и три дня, но все зависит от температуры. Потом из этого настоя вы берете литр, разводите еще на 10 литров воды и вот это готовое удобрение и этим удобрением вы поливаете под корень уже растущие растения. Что там касается овечьего навоза, это тоже самое, что там и козий навоз, но в любом случае подстилочный навоз лучше, и я бы вам всегда рекомендовала перепревший навоз, тогда вы не сделаете никакой шкоды, беды не сделаете, вы сделаете хорошо для почвы. Вот таким вот образом. Если конечно ну допустим навоза много, или у вас какая-то оказия случилась, навоз можно допустим носить и летом. летом понимаете, вот разбросан даже свежий навоз. Он развитая корневая система. Даже если дождь идет, то весь этот азот усваивается, потому что очень много обрастающих корешков, и все это быстро происходит. Та часть сухого навоза, она минерализуется и пролонгируется даже для потребления навоза. И эффект колоссальный, значит, почва становится совсем другая, она становится более структурированная, порозность такая у нее высокая, высокая порозность создается, значит, туда проникает кислород, а кислород нужно вот это не забывать, у нас на суглинистых и тяжело суглинистых почвах, почва у нас заплывающая, у нас этих глинистых частичек очень много, и нам нужно стараться всячески разрыхлить навоз, и вот значит целлюлоза, любая целлюлоза, с чего бы она ни была получена, я еще раз повторюсь, что это дресная щепа, это опилки различные фракции, это любые веточки, солома, сена, любая трава, в которых газон вы скашиваете, надеюсь, мои рекомендации вам будут полезны, до свидания и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok